Здравствуйте! Сегодня вторник, 18 августа. В эфире новости от Максимаркетс. Наш официальный партнер – информационное агентство банкир.ру. В этом выпуске – обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. К этому часу Резервный банк Австралии опубликовал протокол последнего заседания по вопросам кредитно-денежной политики. В ходе европейских торгов сегодня Великобритания обнародует июльские индексы потребительских и розничных цен. Индексы закупочных и отпускных цен производителей, а также июньский индекс цен на жилье. А в американской статистике сегодня выйдут еженедельный индекс розничных продаж «Красная книга», июльский объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов под строящееся жилье. На утренних торгах в понедельник евро-доллар вновь начал снижаться, продолжая негативную тенденцию пятницы. От уровня дневного открытия 1.11.20 котировки валюты опустились до отметки 1.10.62. Но выход в еврозоне позитивных данных по внешней торговле остановил снижение. Профицит баланса по региону расширился в июне до 26,4 млрд евро против 18,8 млрд в мае. На этом фоне быки попытались начать восстановление, и отчасти им это удалось. Котировки валюты вернулись в зону открытия, зафиксировав максимальный дневной уровень на отметке 1.11.24. Однако откат оказался краткосрочным, и снижение пары возобновилось. Евро-доллар стремительно откатился от достигнутого максимума и протестировал новый дневной минимум 1.10.58, вблизи которого и завершил торговлю. Таким образом, настрой рынка в ожидании сентябрьского заседания ФРС по-прежнему остается на стороне доллара. Это подтверждается и данными комиссии по торговле товарными фьючерсами, согласно которым объем чистой длинной спекулятивной позиции по доллару достиг свежего максимума в 40 млрд долларов. Это стало рекордным значением с апреля текущего года. Практически все основные валюты остаются проданными против американского доллара, причем наибольший энтузиазм медведи проявляют в евро. Единая валюта остается наиболее проданной из всего спектра валют, а объем чистого шорта по ней вырос до 15,9 млрд евро. В нашем прогнозе на вторник предполагаем завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1.1035-1.1020, а затем возобновление восходящего движения курса единой европейской валюты к ценовым уровням 1.1100, 1.1130, 1.1150, 1.1200, 1.1216 и, возможно, выше, к уровню 1.1270. В отличие от евро, ситуация с фунтом пока остается нейтральной. Объем чистого шорта здесь составляет всего лишь 1 млрд долларов. Однако, как мы и предупреждали в нашем вчерашнем обзоре, несмотря на равенство сил, британский фунт не сумел пройти верхнюю границу диапазона коррекции 1.5675. На этом ценовом уровне фунт-доллар столкнулся с активными продажами и на закрытии длинных позиций снизился до отметки 1.5619. Драйвером снижения пары стала неудачная попытка пробоя, что привело к резкому усилению медвежьих настроений. Никаких других новостей за падением британца, по-видимому, не стояло, хотя мы не исключаем также, что дополнительную поддержку медведям могли оказать и негативные ожидания сегодняшней публикации отчета по инфляции в Великобритании. Инфляционные данные крайне важны для Банка Англии. Именно от них будет зависеть, изменит ли регулятор сроки повышения процентной ставки. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем возобновление снижения курса британской валюты к целевым уровням 1.5572, 1.5540, 1.55 и ниже в направлении ценового уровня 1.5475. В понедельник рынок золота продолжил успешно противостоять давлению медведей, несмотря на вновь возросшие ожидания в отношении сентябрьского повышения процентной ставки ФРС. Согласно фьючерсам на федеральные активы, рынок вновь начал закладывать в цены 50% вероятность того, что ФРС начнет процесс повышения уже в следующем месяце. Ранее, на прошлой неделе, после девальвации юаня, вероятность сентябрьского повышения ставки оценивалась в 30%. Кроме того, от китайского Центробанка пришло сообщение о закупке в июле 19 тонн золота. На этом фоне цены на металл вновь поползли вверх, зафиксировав новый двухдневный максимум на отметке 1.122.71. В целом, торговля была довольно вялой, поскольку рынок ожидает публикацию в среду протокола последнего заседания ФРС. Инвесторы нуждаются в новых ориентирах, которые надеются найти в протоколе и в этой связи не стремятся активизировать позиции. По состоянию на сегодняшнее утро, ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота – 1118 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх продолжит подъем металла к следующим целям – 1122 доллара, 1126 долларов и, возможно, 1132 доллара за унцию. Ближайшая поддержка для него расположилась на уровне недельного разворота – 1110 долларов. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням 1104 доллара и 1100 долларов за унцию. В нашем прогнозе на вторник предполагаем боковое движение металла в диапазоне 1120-1100 долларов, а далее возобновление нисходящей коррекции золота к вышеназванным целевым уровням поддержек. Серебро на вчерашних торгах корректировалось к предыдущему падению металла и по итогам торгов незначительно подорожало. От уровня открытия – 15 долларов 25 центов за унцию – к концу дня стоимость сентябрьских фьючерсов на металл составляла 15 долларов 31 цент. По состоянию на этот час ближайшие краткосрочные сопротивления для серебра проходят по уровню предыдущего локального максимума – 15 долларов 40 центов за унцию. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к ценовым уровням 15 долларов 50 центов, 15 долларов 60 центов и, возможно, 15 долларов 85 центов за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на ценовом уровне 15 долларов 25 центов. Если котировки преодолеют, ее снижение продолжится далее к ценовым уровням 15 долларов 20 центов, 15 долларов 10 центов и 15 долларов ровно за унцию. В нашем прогнозе по серебру также ожидаем возобновления, снижение стоимости металла к вышеназванным целевым уровням поддержек. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.